Не нужно гнаться за объемами ввода жилья в ущерб качеству. С таким заявлением выступил глава Минстроя России Михаил Мень на пресс-конференции, посвященной форуму «Среда для жизни. Квартира и город». Он отметил, что важно не только обеспечить людей квадратными метрами, но и комфортной инфраструктурой и общественными пространствами. И вправду за последние три года в России введено рекордное количество жилья. Это более 80 миллионов квадратных метров. И с такими темпами зачастую на задний план уходит такой критерий, как комфортность проживания. До сих пор в стране не было ни одного правового механизма, который регулировал бы этот вопрос. Однако с этого года начала работу новая приоритетная программа «Городская среда». Как будут ее реализовывать и что в итоге от нее ожидают, узнаем в программе. Это «Квадратный метр». Смотрите сегодня. Не место красить человек, а человек. Место благоустраивает дворы будут по желанию жителей. В столице республики стали известны адреса домов, чьи дворы перестроят в этом году. По программе «Городская среда» самый большой объем субсидий из федерального бюджета выделили Якутску. Каким видят свои дворы горожане и на что еще направят субсидии, узнаем в нашем материале. Главное в обустройстве «Городской среды» – пожелания людей. Какие проекты могут получить поддержку из федерального и республиканского бюджетов. Об этом и о многом другом поговорим с главным специалистом отдела архитектуры и градостроительного планирования. Минстроя республики Петром Никитиным. Больше 80 семей переедут в новый дом по улице Лермонтово. Накануне Дня республики жители аварийных домов Якутска получили судьбоносный подарок – ключи от новых квартир. Сколько еще домов осталось расселить и какой объем ветхого и аварийного жилья внесли в реестр после 2012 года. Далее в программе. Фонтан в центре детской площадки во дворе дома Надзержинского 22-2, хоть и давно не работает, на дорогой для жителей исторический памятник. Еще в 70-х годах, когда дом только построили, он радовал местную детвору и всех жильцов. Проработав от силы всего пару лет, к сожалению, его отключили, но в скором времени он может вновь стать гордостью жителей. Именно его видят Центр проекта по обустройству двора. Здесь очень много было детей. Это так было приятно. И в основном дети были маленькие, с родителями. И как-то, знаете, такой вот, какой-то был птичий гомон. Мне очень это нравилось. Площадку жильцы и хозяйствующие органы держат в чистоте и порядке. На конструкции давно уже морально и физически устарели. Новый проект предлагает современные игровые зоны и места отдыха для всех возрастов. Здесь это будет комплексная площадка для детей всех близлежащих домов. Конечно, в основе лежит как раз воспроизводство работы фонтана. Также две детские зоны. Одна для более такого старшего возраста, одна для дошкольников. Хорошая есть спортивная зона, современная, нужная с уличными тренажерами. И есть места для отдыха, так скажем, старшего поколения. Для работы по данной программе у нас по каждому дому со стороны управы, сотрудники управы были кураторами. И мы создавали вместе с жителями инициативные группы, проводили общие собрания жителей, очень заочную форму. И таким образом полный пакет документов собирали. Требований очень много по этой программе. Программа нацелена не только на благоустройство дворов, но и парков, скверов, бульваров и других мест отдыха. На ее реализацию с федерального и республиканского бюджета в столице республики выделили 141 миллион рублей и столько же предусмотрели из муниципального бюджета. Треть этой суммы идет на общественные пространства, такие как сферы, бульвары. А две трети – это на изменение и благоустройство дворовой территории. Туда включены минимальный перечень – это освещение, благоустройство, асфальтирование тротуара, водоотведение, урны и скамейки. Ну и дополнительно, конечно, это игровые площадки, малоархитектурные формы, которые идут по различным статьям, либо это могут сделать жильцы сами. Ну у нас строительный сезон длится где-то до середины сентября. Ну это природные условия. Конечно, по России все чуть легче работать, но у нас вот середина сентября мы должны завершить все эти работы. Одно из главных условий получения субсидий – участие самих жильцов в реализации проекта в финансовом либо трудовом плане. Таким образом, пословица «не место украшает человека», а «человек место» обретает вполне реальное очертание. Кроме того, жители должны быть готовы помогать управляющим компаниям или другим хозяйствующим органам, которые несут ответственность за сохранность имущества, содержать в дальнейшем зону отдыха. В целом, по Якутии в программе принимают участие 8 городов. Помимо этого, поддержку из федерального бюджета получит городской парк Покровска, который стал победителем конкурса на предоставление субсидий по обустройству мест массового отдыха населения. Как Вы считаете, насколько в свое время начало такой программы? Вот эта программа является сейчас самой актуальной, потому что у нас по России и по республике, по благоустройству это новшество. Оно пришло только буквально с прошлого года, активно начали работать по субъектам. И в части комфортной городской среды для комфортного проживания населения. В связи с увеличением строительных объектов у нас по городу строятся квартальные застройки, увеличиваются детские площадки, увеличиваются места отдыха. Программа как раз нацелена, чтобы улучшить качество жизни в городских и сельских поселениях. Хорошо, что предусмотрены бюджетные и федеральные средства на это направлены. Сама программа у нас обеспечивает не только, которые выбраны, 8 моногорода, также предусмотрены в нашей республиканской программе 100 муниципальных образований, конкурс прошел недавно в Министерстве ЖКХ, которые будут получать субсидии на обустройство этих территорий. На какие проекты выделяются субсидии? Субсидии выделяются у нас, получается, по федеральным критериям. Это у нас на обустройство дворовых территорий, это у нас внутриквартальные территории, территории, которые находятся непосредственно к живым домам. Также субсидии предоставляются на обустройство общественных мест. Это у нас площади, скверы, какие-то такие могут быть закоулки, которые не относятся к дворовым территориям, а относятся к скоплению, где люди у нас любят отдыхать, где люди проводят время для этих целей. Также субсидии предоставляются в обустройстве парковых территорий. Это, получается, у нас общегородские парки, парки для сел, мест массового скопления людей, вот таких крупных мероприятий, в том числе и обрядовые территории и так далее. Каковы обязательные условия для участия в конкурсе? Да, обязательными условиями является это, конечно, проведение работ по работе с гражданами. Должно быть рассмотрено мнение населения. При каждой разработке этих концентраций, вот эти люди скопляются, где люди отдыхают, это все должно быть с учетом мнения населения. И, получается, в муниципальном образовании должна быть вот такая крупная работа проведена. Это был опыт у нас тоже, да, вот проведение воркшопов, да, открытых каких-то семинаров, сессий, где люди приходят, публичные слушания и так далее, да. Вот люди там приходят и рассказывают, что они хотят видеть. Потому что не всегда проектные решения, которые разрабатывали давно, да, вот проектные институты, оно не всегда требование населения соответствует. Кто еще, кроме Минстроя, будет вести контроль за реализацией проектов? В нашем субъекте контрольным органом является Министерство ЖКХ, ЖКХ, Енергетики Республики, которое является получателем федеральной субсидии и дальше уже работает с муниципальными образованиями, которые прошли отборочный конкурс. В какие сроки муниципалитетам и городским округам нужно уложиться, чтобы реализовать до конца все эти проекты? Реализованные проекты, они идут у нас по утвержденным трехлетним планам муниципальных образований. Получается, у нас все должно идти комплексно. Есть объекты, которые у нас, конечно, мы скажем, что предусмотренными средствами на этот год, у нас объекты, конечно, есть и дорогие, которые невозможно реализовать в течение года, и они будут у нас распределяться в течение трехлетних планов этапно, поэтапно. Согласно исполнению, надеемся, что за органами местного самоуправления исполнят программу стопроцентно, и по окончании этой трехлетней программы мы получим, наконец-то, комфортную городскую сведу в наших городах и поселениях. Людмила Приходько не скрывает свои эмоции. Всего несколько лет назад новая квартира в центре города казалась несбыточной мечтой. А сегодня это уже реальность. Старую неблагоустроенную двушку в деревянном доме заменила новая просторная квартира в одном из самых красивых новостроек Якутска. Где-то, наверное, неделю назад мы узнали, что нам дадут квартиру. И на улице Лермонтова, представляете, почему, что в центре города, это вообще просто такое счастье, говорю. Квартира, как говорится, подключена. Воселам остается только обставить и обжить новообретенные квадраты. По программе переселения из аварийного жилья в этот дом должны переехать еще больше 80 семей. И таким образом столица выходит на финишную прямую с выполнением всего плана на 90%. Программа идет очень успешно. Хочу сказать, что в городе Якутске она, безусловно, 1 сентября будет полностью выполнена. В самом начале программы Якутску предстояло переселить 2038 жилых помещений из 226 домов. На эти цели предусмотрели общее финансирование в размере порядка 5 миллиардов рублей. Из них фонд содействия реформирования ЖКХ выделил 1 миллиард 800 миллионов рублей. Республика – 2 миллиарда 700 миллионов. И порядка 300 миллионов предусмотрели в муниципальном бюджете. На сегодня остается до 1 сентября расселить еще 330 помещений из 57 домов. Все контракты у нас значатся 30 июня этого года. И у нас строятся еще многоквартирные дома на улице Бабушкина, Воинская и Якутская. Однако, несмотря на то, что программу по переселению из аварийного жилья вероятнее всего Якутск закроют вовремя, до избавления города от всего ветхого фонда еще далеко. Каждую неделю межведомственная комиссия по признанию аварийности зданий выезжает и осматривает в среднем по 10 домов. Новый список уже пополнили 252 дома. Помимо них есть еще 1200, которые имеют признаки аварийности и вполне в скором времени могут дополнить реестр. Если говорить по деревянному жилому фонду, у нас в городе около 4200 деревянных жилых домов, из которых только признано аварийными 252. Стоит отметить, что пока в каком виде будет продолжена программа в стране еще неизвестно. Но то, что будущее у нее есть, можно сказать точно. Правительство республики уже не раз заявляло о готовности к ее продолжению. А совсем недавно глава государства Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что программа будет работать и дальше. Жилья хватит всем, уверены в руководстве страны и республики. Доказательства тому и рекордный объем ввода в эксплуатацию новых домов. В прошлом году в Якутии он составил больше 600 тысяч квадратных метров. А в Якутске – 375 тысяч. А это на 100 тысяч больше запланированного. Показателями Якутск уверенно входит в пятерку лидеров российских городов по строительству. Отметим, что республика уже подписала два соглашения с Минстроем России на предоставление субсидий в размере больше 3 миллионов рублей и порядка 196 миллионов. Также регион софинансирует 461 тысячу и больше 24 миллионов рублей. А чтобы программа и дальше работала эффективно, в стране сформируют каталог лучших практик. В него войдут и проекты, которые будут реализовывать в муниципалитетах республики. Это был «Квадратный метр». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова